Привет всем, меня зовут Михаил и я хочу сегодня поделиться с вами частичкой новых технологий фартизирования и рассказать как эти технологии помогают людям, потерявшим конечности, снова вернуться к нормальной жизни и, например, помочь людям, которые потеряли ногу, снова начать танцевать. Я хочу немного раскрыть термин протезирования. Это замена утраченных или необратимых поврежденных частей тела искусственными аналогами, протезами. Это важная часть в социально-трудовой реабилитации человека после утраты конечности или с болезнями опорно-двигательного аппарата. Сейчас я хочу вспомнить то, чем были протезы раньше. Хорошо. Долгое время протезы представляли собой неудобные декоративные конструкции, которые практически не помогали человеку или немного облегчали его жизнь. Ведь только в сказках человек может с такой штукой ходить и не ощущать неудобств. Что из себя представляют современные протезы, которые по сути являются бионическими конечностями? Бионические конечности — это самый прогрессивный на это время вид протезов, которые созданы из искусственных материалов, но человек может управлять ими как собственной рукой или ногой. Эти электронные приборы — это возможно благодаря технологии целевой мышечной реанимировации в сочетании с электромиографией. Сейчас я немного раскрою, что это значит. Принцип работы таков. После ампутации конечностей в организме всё ещё остаются нервы, которые ею управляли. И они присоединяются к небольшому участку кожи на какой-нибудь из крупных мышц, откуда уже можно снять сигнал. Это, собственно, и называется реанимировацией. Например, к большой грудной мышце, если речь идёт о потерянной руке. Сейчас я хочу затронуть один из современных протезов ног. Это Биом. Массачусетский технологический институт во главе с Хьюгером разработал, пожалуй, лучший на данный момент протез ноги. Он соединяется с человеческим телом путём, с помощью нескольких слоёв синтетической кожи, разной плотности, обратно пропорциональной нижележащей ткани. Это стало возможным благодаря технологиям исследования тканей человека. И благодаря этому протез является, по сути, тело самым удобным в мире. Благодаря технологии умных материалов можно контролировать жёсткость протеза. Благодаря встроенным микропроцессорам и специальному ПО можно определять, когда нужно дать толчок ноге во время ходьбы, как при обычной ходьбе, чтобы сделать его ещё более удобным. И, ну, чтобы поведение походило на поведение обычной работы. Модель протеза рук. Протез руки iLimp, iLimpHand, созданный компанией TouchBionics, является, по сути, является последним достижением в кибермедицине. Управлением осуществляется интуитивной системой, в основе которой лежит миоэлектрическая технология. Сенсор в виде пластинки, соприкасающийся с кожей, улавливает нервные импульсы от мышц. Благодаря встроенным миниатюрным электромоторам, iLimpHand способен иментировать множество функций, присущих человеческой руке. А ещё можно с айфона всякие жесты показывать. Проблема обратной связи. Это одна из серьёзнейших проблем современного протезирования. Всё же тут есть одна сложность. Перемещение протеза может происходить только когда человек смотрит на него. Это довольно энергозатратно и довольно сложно на самом деле, потому что человек не чувствует габариты протеза, он чувствует только его вес, не может понять, насколько сильно он сжимает тот или иной предмет. И его использование становится неудобным, ломаются предметы обихода, портится еда. Для решения этой проблемы нейропротезы начинают делать двунаправленными. Здесь этого не видно, но тут имеется в виду, что передаваются тактильные ощущения и ощущения руки или ноги в мозг человека. С одной стороны, нужно научиться определять, какой участок мозга что чувствует во время касания какого-либо предмета, и научиться передавать в него чувства сигналы. Эта проблема была признана исследователями как основной для создания абсолютно рабочего и удобного протеза. Подобные технологии уже имеются. Компания DARPA разработала протез руги с обратной связью, симулирующий чувствительность ладони и пальцев. Но эта технология, опять же, не до конца удобна. Тут имеется в виду именно реанимировация в этом плане, потому что при этом приходится подгонять каждый протез под пациента, потому что люди не являются точными копиями друг друга. Расположение нервных окончаний индивидуально, спектр нервных импульсов индивидуален. Но при этом уже сейчас некоторые компании ведут разработки и уже есть готовые продукты с этой технологией, но это пока довольно дорого. Суть в чем? Тот самый Хью Гер, который разработал протез Биом, встретился с одной девушкой в реабилитационном центре. Она потеряла ногу во время теракта. Она жила танцами, она всю жизнь ними занималась, и это то, с помощью чего она могла самовыражаться. И он смог за 200 дней со своей командой ученых сделать протез, который помог ей снова вернуться к танцу. И на видео, на самом деле, она танцует. И это очень трогательный момент. Сейчас я хочу, так сказать, затронуть тему того, чем это может стать. Современные технологии стремительно развиваются. Сейчас мы уже можем вернуть людям утраченные возможности. Я считаю, что в скором времени мы сможем усилить возможности человека и открыть новые горизонты в улучшении как уровня жизни в целом, так и возможности человеческого тела в частности. И вот мы плавно подходим к идеям трансгуманизма, о котором вам расскажет Александр в своей лекции. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь вопросы. Давай, Александр. Вот, в общем, ты сказал, люди не чувствуют, как они сильно сжимают предмет. То есть с какой силой можно сжать протез? То есть сила намного больше у человека? Все зависит, на самом деле, от самого протеза, от того, какие в нем микромоторы установлены, но при этом ты рукой, в принципе, можешь сжать предмет достаточно сильно, чтобы его сломать. Там, не знаю, возьмешь какой-нибудь мягкий предмет или там стеклянное что-то, и, ну, типа, слишком сильно надавишь и раздавишь. В этом суть. Ты не чувствуешь силы нажатия? Еще вопросы? Давай. Часто они могут ломаться. Протезы? Да. Все зависит от качества их, того, как их сделали, в общем. От кривости рук разработчиков. Давай. Если протезы будут заниматься играть, а не произойдет ли то, что люди хотят заменять своих конечностей на протезы? Надеюсь, что да. Давай. А предприниматели какие-то попытки преодолеть эту проблему обратной? Конечно, разработки в этой области ведутся. Я как раз об этом рассказывал. Дарпа, еще несколько компаний американских, вот тот же NTE, ведут разработки в этой области. Еще вопросы? Михаил. Какова цена таких протезов? Цена топовых, так скажем, протезов, современных, составляет, ну, примерно 20 тысяч долларов и выше. Он не выше детства обычной реки, там буквально килограмм 5. Еще вопросы? Встречались ли у тебя информации по поводу, есть ли российские аналоги? Конечно. Компания, не компания, а Сколково, разрабатывает, разработала протез руки, он немного топорный, но при этом они утверждают, то что он, короче, удароустойчивый, они катались, есть видео, где они катаются на нем, по нему на машине, сбрасывают его с большой высоты, и он не ломается, но при этом они, видимо, забыли, что к парадазу с другой стороны человек пределан. На самом деле, вот с общей доступностью проблема, технология достаточно свежая, и нет еще, так скажем, технологических мощностей в разработках, то есть это нужно запускать именно производственные линии протезов. Пока с этим проблем. То есть, когда будут уже, ну, типа, устойчивые продукты на рынках, тогда уже будет более массовое это. Да, у меня вопрос такой. Я только из ваших версий понял, что данные разработки протезов связаны все-таки, ну, я, может быть, не специалистов, а робототехники с техникой, да? Да. А вот в прошлом году Карландский университет смог санкизировать искупенную ларк и крест, да? Благодаря биотехнологии. А скажите мне, пожалуйста, это два альтернативных способа решения одной и той же проблемы? Каково все-таки путь? За механикой или за биотехнологией? На самом деле, каково будущее, я, наверное, судить не могу, но, да, я согласен, это два альтернативных варианта решения одной и той же проблемы. И смотрите, как бы сложность... Сложность... Нет, там, там проекты... Сложность в том, что биотехнологии подобного уровня еще в более зачаточном состоянии, чем исследование и создание протезов. Поэтому протезы, скорее всего, появятся быстрее, по крайней мере. А возможно ли, чтобы протезирование, если есть, еще дополнительный, может, третий? Кстати, да. Есть подобный, так сказать, эксперимент. Правда, женщина полностью парализована. И как бы на таком отдельном, как бы, постаменте с помощью нейроинтерфейсов, ну, подключая напрямую в мозг, ей, как бы сказать, присоединили еще одну руку, по сути дела, третью, которой она научилась управлять и может, как бы, ну, типа, взять кружку, попить воды. Да, да, да. Но при этом она училась этому очень долго. То есть для того, чтобы сделать последствия движения, она два года училась этим. Еще вопрос есть? А еще вопрос. А, вот, к слову, о нейроинтерфейсах и протезировании. А, давайте потом. К слову, о нейроинтерфейсах. В лекции была поднята себя проблема, как проблема отратной связи. Верно? То есть человек может управлять подобным гионическим протезом, только фактически глядя на него, именно представляя, что он будет делать. И эта проблема подключения, так сказать, в мозг тоже не решается, да? Она решается несколькими способами. Можно подключить, например, сам протез к какой-нибудь из мышц, да, ну вот, с помощью технологии ренервации. И как бы подвести туда нервное окончание, но при этом человек будет чувствовать, ну, типа, только то, что он поднял, например, руку или вытянул ее. Но это максимум. Но более серьезное, так сказать, глубинное решение проблемы, это уже как раз нейроинтерфейсы, над которыми сейчас работают, но там тоже довольно много сложностей. Да, еще? Протезирование любой части тела. То есть и почки, и глаз. Ну, с органами внутренними все намного сложнее, а вот протезирование, к примеру, ушей и глаз тоже уже происходит. Ну, там все намного хуже, чем с конечностями. Все, наверное, я закончил. АПЛОДИСМЕНТЫ